А вот в самой Европе, наоборот, задумались о сближении с Россией. Нашу страну невозможно наказать санкциями. К такому выводу пришла обозреватель британской «Гардиан» Мэри Дежевски. Журналистка критикует все недавние шаги Запада в отношении Москвы. От военных учений НАТО в Польше до запрета российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Бразилии. Дежевски уверена, Россия от этого только стала сильнее и решительнее. Ничто не ударит по России так, как запрет на ее спортсменов участвовать в Олимпийских играх в Рио. Ни санкции США и ЕС из-за ситуации на Украине, ни поражение на конкурсе Евровидения, ни даже выход из Большой Восьмерки. Дежевски пишет, в Москве могут возникнуть вопросы, почему российские спортсмены именно в легкой атлетике самой сильной области были отстранены от Олимпиады. И почему представители других стран с сомнительными допинг-тестами до нее допущены. Все же некоторые европейские лидеры осознают, что сотрудничать с Россией гораздо эффективнее, чем находиться в состоянии конфронтации. Это показывает, в частности, ситуация с НАТО и немецким МИДом. В тот момент, когда Североатлантический Альянс преследует цель расширения, глава ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер критикует Альянс за начало учения у наших границ. То, чего мы сейчас не должны делать, это накалять ситуацию громким брецанием оружия и военными криками. Кто думает, что символические танковые парады на восточной границе Альянса усиливают безопасность, тот ошибается. Смертельно опасно суживать взгляд лишь на военном аспекте и искать спасение в политике устрашения. Дежевски уверена, Штайнмайер очень аккуратный политик и, вероятно, подобное заявление он бы не озвучил без одобрения со стороны Ангелы Меркель. О том, что Германия действительно взяла курс на сближение с Москвой, пишут и немецкие СМИ. Так, издание Штутгартерцайтунг отмечает, канцлер хочет оживить мирный процесс на востоке Украины и для этого в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным. По мнению западных журналистов, санкции не работают, поэтому пришла пора выйти на прямой диалог с Кремлем.